Всем привет! В Питере весна, как видите, назад, правда, снежок, но плюс, поэтому у меня протекла крыша. Я потопила мой, кстати, забронительный сценарий, который мне охватывался в тот раз. Ну, вот он в таком состоянии теперь. Так, ну что, я в этом году выпускаюсь, в этом году я буду снимать дипломный фильм. И буду, наверное, вам рассказывать, с какими трудностями я сталкиваюсь. Если я что-то буду делать не так, вы поймете, как мне надо делать. Если я что-то буду делать так, воспользуйтесь моим опытом. Ну, первым делом я, конечно, ищу оператора. Я считаю, что это очень-очень важно именно у операторов. Потому что в процессе подготовки вы будете искать локации и так далее, и так далее. Какие-то избранительные решения, избранительные структуры. Вы сами можете, конечно, этим заняться, но результат будет не такой крутой, если вы будете делать вместе с оператором. Потому что оператор, ну, он просто круче, по смыслу. Он просто знает больше. Звук очень сильно влияет на восприятие зрительского кино и дает какую-то атмосферу. Поэтому делите огромное внимание на поиски звукорежиссера, на запись звука. Как вы это будете делать обязательно, это продуматься. Ну, в моем случае, проблемы такие с локациями, это автозаправка и метро. Потому что там нельзя снимать метро, с автозаправками тяжело договориться. Если есть объекты, то там тяжело договориться. Надо просто договариваться заранее, не впритык, а, допустим, там, у нас съемка через два месяца. Начинаете договариваться, искать прямо сейчас, чтобы не было форс-моложенных ситуаций. Если объект такой и сложный, как метро, ну, надо просто поговорить с оператором, посмотреть, как это можно снять. Может снять какие-то вечерние часы, когда мало людей, и на эту маленькую камеру. Тут надо еще плавно обговориться с звукорежиссером, как это будет записан звук в таких условиях. Это очень важно. В Питере нет проблем с актером. Тут надо просто сидеть, искать, ходить в театр. Потом есть всякие аудиовизитки, если что. Там, если аудиовизиток нет, можно встретиться, можно разместить объявления. На всяких там группах, связанных с кастингом. Но у меня такая проблема с актрисой. Я писала просто сценарий специально под определенную девушку. И эта девушка словослышащая, поэтому она актриса хорошая. И она азербайджанка, у нее такая характерная внешность национальная. И это все нашло отражение в моем сценарии. А так получилось, что девушка отказалась сниматься. Я ищу, ищу. Вот такую же я не найду. Мне надо идти напролом, биться за актрису, уговаривать ее. Либо искать компромисс. Но в любом случае надо какое-то решение найти. Где все это найти в провинции? Где найти профессионального оператора, звук режиссера, каких-то крутых актеров? Ну, крутых актеров можно поискать в интернотеатрах. Там попадаются такие экземпляры. Если нет такой возможности, можно попробовать работать с типажами. То есть с людьми, которые максимально подходят на какую-то роль. И они при этом открыты, свободно, не впадают в тупор перед камерой и так далее. Операторы, звук режиссера, конечно, тоже можно найти, я считаю. Если у вас проблемы с поиском операторов, посмотрите людей, которые занимаются фотографией. И просто можно попробовать решить все кино на статике, к примеру. Если человек умеет компоновать кадры, это уже большой плюс. Возможно, в городе есть человек, который там занимается музыкой, записывает там свои треки, к примеру. Все можно найти. Просто надо постараться собрать максимально профессиональную группу, находясь в тех условиях, в которых вы находитесь. Я думаю, что все возможно, все осуществлено. Главное, просто не бояться, делать. Всегда кино делать сложно. Всегда что-то идет не так. Всегда возникают какие-то сложные ситуации. И тут важно, доводит человек до конца то, что он сделал, или не доводит. Был кинорисконтик, когда снимал первый фильм с ним. Конечно, «Земья дрожит». Он был в очень тяжелом положении. Но он закончил этот фильм, он продал то ли все свое наследство, то ли большую часть своего наследства. Закончил фильм. И снимал, кстати, он типажей. У него там все непрофессиональные актеры. Поэтому не бойтесь, просто снимайте, снимайте, снимайте. Рано или поздно получится что-то хорошее, что-то стоящее. Удачи вам! Я просыпаюсь в холодном вату. Я просыпаюсь в кошмарном бреду. Как будто дом наш залило водой. И чтоб в живых остались только мы с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok